Друзья, всех приветствую сегодня на моем канале, меня зовут Алекс, я веду свой канал из Калифорнии, это Orange County, недалеко от Лос-Анджелеса. Сегодня я вам подготовила видео, к которому я готовилась месяца 2-3, собирала информацию, это совершенно интересное, уникальное видео, которое вам понравится и будет очень интересно посмотреть, потому что я такого на ютубе не видела. Я именно хотела показать вам, кто обитает из животного мира, вот вообще из животных, из зверюшек, здесь вот в Калифорнии, как раз таки вот в Orange County, вокруг нас. То есть вот получается я живу здесь, вот и эти звери, они ходят прям, мы их встречаем не в клетке, не в зоопарке, понятно тут есть зоопарки, а вот они именно просто вот могут ходить вот прям здесь, прям вот на таких дорожках, на таких же, на которых вот хожу я, и они тут ходят, вот прям по этим дорожкам. Мы это все видим, фотографируем, снимаем на видео, я очень многое засняла лично сама, либо взяла у соседей, мне дали некоторые вот фотографии, некоторую съемку в группах соседей, поэтому я хочу вам показать очень интересный момент, вот кто именно живет вот прям рядом с нами. Это вообще, меня это шокировало, когда я летела в Америку, я об этом не знала, я кое-что предполагала, но я не думала, что они вот тут прям будут ходить, эти звери, и ну до этого я их видела раньше только в зверях. Зоопарке. Друзья, еще один очень важный момент, чтобы я могла развивать свой канал и делать вам больше интересных видео, я трачу очень много времени, я внизу под видео помещаю свой PayPal, вы туда можете отправлять свои донаты, конечно же, кто хочет и у кого есть возможность, потому что мне сейчас на канал много пишут людей с предложением рекламироваться, вставлять рекламу. Я пока этого делать не хочу по той причине, что, ну вот, например, реклама инвестиций, компания по инвестициям, я не знаю, что это за компания, и я не знаю вообще, стоит ли ее рекомендовать, насколько эта компания действительно профессиональная, насколько это не обман. То есть я этого не знаю, и я не хочу в свои видео вставлять непонятно там какие ссылки, какую рекламу, поэтому я пока от этого отказалась, и решила, что так как моему каналу нужно все равно финансирование для развития, плюс еще я очень много консультирую в личку, вот, даю очень много рекомендаций, которые вот исходят из моего опыта переезда. Поэтому, если у вас будет желание и возможность донатить, это будет круто, и я об этом буду говорить в своих видео, так что PayPal у меня внизу в описании. Далее, друзья, и теперь я рассказываю и показываю, кто живет из животных, из зверюшек, причем реально таких конкретных, конкретного зверя, вот. Тут рядом прям ходит вот так вот в свободном доступе, ты его можешь идти и просто встретить, и мы это уже видели, встречали, у меня дети просто, у них вот так волосы шевелятся, когда они из окна, допустим, своей спальни на первом этаже, вот так вот низко, вот окно, и рядом вот тут вот, допустим, по такой же тропинке проходят эти звери, и они проходят часто, так это мы когда только их видим. Мы сейчас хотим даже поставить камеру, чтобы, ну, снимать это, и вообще я как поняла, что у нас вот проходит под окном реально звериная тропа, вот как вот раньше было такое понятие, звериная тропа, это нахоженная тропа зверями, дикими, когда тут не было вот этих вот кондоминимумов, потому что это все достаточно новое, ему там лет 30 где-то, то есть вообще весь Оранж Каунти и Лагуна Нигель, это, ну, достаточно новое место. Я знаю, что до 50 лет, по-моему, Оранж Каунти с 70-х годов начал развиваться, а вот этим местам, где я живу, лет там 30, наверное, то есть раньше здесь жили дикие звери, и до сих пор вот эти вот холмы, вот холмы, то есть часть холмов, на них стоят вот такие вот дома, кондоминимумы, там различные магазины, там и подобное, а часть, получается, которые в низине, там до сих пор дикий животный мир, там просто тропы для хайкинга, и там дикая совершенно природа, то есть вы понимаете, насколько это прикольно, и вот здесь везде, то есть эти животные считают, что это их место, и люди, кстати, американцы, я удивлена, они считают практически так же, что да, это их, так же территория, они такие же коренные, как и мы, мне это очень нравится, на самом деле, я прям в восторге от этого, но немножко так, конечно, не по себе, вот мы с этим здесь столкнулись, я сейчас вот вам все покажу, всех зверюшек, вы просто, я думаю, откроете для себя очень много нового, и еще очень много нового об американцах, которые относятся настолько с уважением к этому, что звери их не боятся, звери себя чувствуют действительно здесь дома, и люди тоже, и создается такое ощущение, что вот я живу, вообще вот мы здесь живем в неком природном парке, то есть природный парк, в котором вот расположены еще некоторыми зонами поселения для людей, вы понимаете, вот весь этот такой момент уникальный, мы все привыкаем так жить сейчас здесь, вот, вот такая вот ситуация, поэтому поддержите канал лайками, поддержите канал донатами, поддержите канал подписками, друзья, я дальше начинаю показывать, кого мы здесь встретили, прежде чем показать, я хотела перечислить этих зверей, значит, это койоты, койоты, это как дикие такие волки, собаки, шакалы, вот подобного плана, дикие, вот реально волки, койоты, они ходят повсеместно, сейчас покажу, просто они тут как дома, потом рыси, настоящие рыси, которые вот мы видели вживую, не в зоопарке, не в клетке, и одна из рыси у нас совершенно спокойно прогуливалась прям под окном, настоящая рыси, я тоже ее покажу вам, и покажу следы, я засняла, я покажу сам рысь, сиолайны, это морские львы, ну, понятно, что скаты, крабы, это само собой разумеется, значит, из крупных животных, это кто-то вроде оленей или лосей, вот таких вот больших, крупных, потом медведи, гризли, настоящие медведи, вот, потом еще калифорнийский лев, но мы его не встречали, мы встречали рысь, но не калифорнийского льва, но они тут тоже бывают, потом, значит, все виды змей, гремучих и различных, скорпионы, калибри, маленьких, очень много калибри, как у нас воробьев, малюсенькие, именно калифорнийский калибри, потому что они более рыженькие, они немножко отличаются, я уже их отличаю, также различные еще, вот вам покажу сейчас, как такие бурундуки интересные, очень много белки и зайцев, зайчат, очень многое покажу, они не боятся, они ходят прям, как у нас кошки, ходят тут прям по территории, и я покажу именно, вот, они часто, даже вот так вот идешь, они сидят зайчата, они очень красивые такие и не боятся, потом очень много птиц, типа орлов и ястребов, и еще больших таких вот птиц, которые живут на океане. Сейчас покажу, я, кстати, не знаю, что это за птица. И различных пауков очень много. Пауки, змеи, понятно, здесь везде все оборудовано сетками, никто не держит двери открытыми, потому что реально что-то может заползти или зайти. А еще, друзья, киты, огромные киты, они плавают прям вдоль побережья, их часто снимают. И вот сами сиолайны, морские львы, они и на яхтах, и везде, то есть они просто себе отдыхают, их можно прийти на пляже встретить. Это очень уникально. Ну вот дальше, смотрите, я показываю уже сам материал. Ну вот и настоящие дикие койоты. Это практически волки, они себе спокойно гуляют по улице днем, где жилые кварталы ничего не боятся. Стоишь себе их, снимаешь, и они спокойно себе бродят. Вот сейчас покажу еще койота в парочку. Недавно такой койот пробегал у нас прям под окном. А вот койоты, которых люди пофотографировали у себя во дворах, просто они туда заходят себе спокойно, бродят. И здесь койотов очень-очень много, они действительно дикие, и они охотятся здесь за домашними животными. Так что тут люди следят очень за своими питомцами. Выхожу, рысь была. А где лапы? Вот мы пошли, потому что действительно лапы от рыси, и тут пробежала рысь. Бру-бру-брух, прохладно. Вот лапы, и вот лапы. Вот. Вот это лапы рыси, она пошла в ту сторону. Бежала туда. Да, я просто в шоке. У нас тут вечером вот рыси бегают. Мы пошли посмотрим, потому что реально бегает рысь у нас по кондоминимуму. Друзья делают для вас контент уникальный. У меня аж рука дрожит, потому что прохладно. Но она тут бегает, вот потому что свежие следы. И соседи засняли, вот я сейчас покажу вставку, засняли у них тоже возле дома бегает рыси. Мне не удалось заснять, она, видно, убежала. Так что показываю то, что засняли соседи. Ну вот, вам прогулочным шагом во дворе гуляет рысь. Причем рысь, вот, настоящая дикая рысь. Она тут еще оглянулась и посмотрела на камеру, и можно увидеть ее морду. И вот у рыси отличительный такой момент. Хвостик вот этот обрубанный, как бы такой обкусанный. Ну, в общем, это рысь настоящая. Так что мы, конечно, ну, шокированы, мягко сказать, таким соседством. А вот показываю офигенное видео. Соседка выложила в интернет, как у нее во дворе гуляли три рыси. Целых три, они еще между собой там подрались. Они, конечно, молодые. Это такие рысята-подростки, но все же. Далее белки. Они тут очень ручные. Они тут такие вот тоже отличаются от европейских. Европейские более, мне кажется, такие худенькие, тоненькие. В Германии вообще черные белки. Говорят, их завезли с Америки. Ну, вот в Америке они не черные, они такие рябые. И они очень упитанные такие вот и очень ручные, идут в руки, гладятся. Так что белок тут очень много и очень-очень красивые упитанные белки. А вот самая маленькая птица в мире. Это калибри. Она размером с пчелу. Они очень интересно летают, кружат над кустами. Они отличаются. Калифорнийская калибри, она рыженькая. И вот над такими кустами, с цветами, возле океана, они летают. Их очень много. И возле дома у нас очень много калибри. Это очень интересно. А вот это милое чудо, настоящий опоссум. Они очень смешные. Вот посмотрите, я вообще впервые в жизни вижу опоссумов. Эта соседка сфотографировала. И смотрите, на чем я хочу сакцентировать внимание, как люди относятся к животным в Америке. Вот я прочитаю, что она написала. Сейчас холодно. Пожалуйста, будьте добры к опоссумам. Многие из них находят уютное место для борьбы с холодом. У многих из них отсутствуют части хвостиков, ушей, пальцев, ног. Из-за предыдущего обморожения ваш гараж, балкон, крыльцо могут быть единственным местом, которое у них есть. Они ничего не повредят. Им нужен только приют. Эти драгоценные души поедают блох, клещей и других вредителей. Пожалуйста, будьте добры к этим замечательным животным. Вот я специально показываю это от соседей. И фотография опоссума и сообщение, вот как люди здесь в Америке относятся вот к зверюшкам, которые живут рядом по соседству. А вот это походу паук-птицеед. Он диаметром 15 где-то сантиметров, потому что сосед написал, что выглянул со второго этажа своего дома, увидел, что он спокойно идет по улице диаметром около 6 дюймов. Это приблизительно 15 сантиметров вот такой вот паук прогуливался тут. Ну как бы тоже так, интересно. Он ползает, вот такой вот паук интересный, мохнатый, оранжевый. Самый вот возле магазина. Я этого паука снимала возле нашего дома, возле магазина, и таких очень много. Этот паук называется Фидипус кардиналис. Это прыгающий паук, то есть пауки-прыгуны, которые обладают очень болезненным укусом. Насколько ядовитым, не знаю, но болезненным. Их очень много, но они видны, они очень яркие, такие оранжевые. А вот это фото сделали мои соседи. Это что-то типа паука, я не знаю, называется неоскона крестоцветная. В общем, я не знаю, что это, но вот такая вот штука висит, интересная. И вот интересный момент, скорпионы. В Калифорнии водятся скорпионы. Этого красавца сфоткал сосед на тропе для хайкинга и выложил в сеть. И вот часто о скорпионах забывают, потому что более опасаются гремучих змей, маунтэнлайн, это горных львов и подобных животных. Но скорпионы опасные, они вроде бы тут не смертельны, но тоже ядовитые. А вот эту птицу недавно снимала я. Это кваква обыкновенная, что-то наподобие цапли. Она большая, сидит часто на яхтах, на катерах и питается рыбой. Ну а сейчас самое смешное и интересное животное, это сиалайн морской лев. Снимала тоже недавно, вот показываю. Вот он плывет, сиалайн, морской лев. Оп, где-то сейчас вынырнет. Мы за ним бегаем по причалу, следим. Вот они. Вау! Это Дана Пойнт, набережная Калифорния. Вот такие вот красавцы тут. У нас вокруг кондоминиума вот такая вот дорожка. И на закате тут тебе зайки. Близко не буду подходить. Зайчата маленькие, чтобы не испугать. Вот они сидят, кушают травку. Причем я прошла по дорожке, они не испугались. Такие вот малыши классные. Тут очень много зверей, и они не боятся, их никто не трогает. Я чуть-чуть ближе подхожу, не знаю, как они отреагируют. Вот, насторожились. Насторожились зайчата, вон, щечками. Мне кажется, они еще молодые. Попробую подойти. Нет, боятся уже. Далее, ребятки, самое опасное, это здесь гремучие змеи. Значит, вот это вот соседи повыкладывали возле их дверей. Южно-тихоокеанская гремучая змея. Это очень опасная змея, и вот она здесь вводится в избытке. Вот, девушка пишет, что посмотрите, у меня возле входной двери, кто это? И все, конечно, комментируют. Это гремучая змея, тихоокеанская гремучая змея. Вот как она выглядит. Я еще офигеваю буквально с реакцией соседей. Все так под постом, у нее так проржали, улыбочки, сердечки, типа, та-ха-ха-ха, змея возле двери. Ну вот так. Вот, это тоже гремучая змея, точнее, ее детеныш, ей около трех недель. Ее человек обнаружил себя на заднем дворе, смог ее как-то удалить. Пишет, что не смог найти остальных членов семьи, но в это время, вот осенью, нужно быть наиболее аккуратным, потому что змеи перед спячкой наиболее активны. А вот тут девушка просто пишет, у меня новый посетитель, есть ли идеи, как его переместить в другое место. И вот видно, змея прорывается к ней через дверь в дом. Ну и вот напоследок змея, ее называют тут королевской змеей, и пишут, что она ест гремучих змей. Я не знаю, правда это или нет, но вот такая информация тоже выложили соседи. Друзья, ну вы поняли, далее идут медведи. Тут, конечно, есть калифорнийские гризли и какие-то еще другие бурые медведи. В общем, я не изучила эту тему подробно, но эти медведи бывают, спускаются летом в бассейн, покупаться, охладиться. И они причем совершенно спокойно заходят к людям во дворы, залазят в бассейн, купаются, потом уходят. Также они заходят целыми семьями, то есть мама с медвежатами и плавают в бассейнах у людей. Очень много информации я нашла просто у нас тут именно по Калифорнии. и вот вам показываю. А вот этого мишку соседи опубликовали, его нашли маленьким, мама погибла, и они его выкормили. И вот его постят, показывают мишку, которого они вот спасли, который, судя по всему, не вживет. Далее, друзья, без комментариев, киты и потом дельфины. Это у нас тут в Оранжкаунте побережье. КОНЕЦ Далее, друзья, хищник, горный хищник. Соседи написали, что не знают, кто это к ним прилетел, что это за визитер сидит. Так что, если вы знаете, напишите в комментариях, это либо сокол, ястреб, орел, вот кто-то подобный. А вот вообще уникальное просто зрелище, это павлин в свободном полете. То есть он сидел у людей на заборе здесь, и теперь он взлетел, и вот такой вот шикарный, огромный павлин просто себе летит. Сосед, который снимал, написал, что это как будто бы черный ангел летит в небе. То есть у него такие ассоциации. Ну, это действительно потрясающе. Я очень много раз видела в Украине павлинов, которые просто вот декоративно гуляли там в садах у людей возле дома. Но я впервые вижу павлина дикого, в дикой природе, свободно летающего над городом. И вот интересный такой видеосюжет, опять же, заснятый нашими соседями. Это у них вид со двора, как там дальше холм, и свободно прямо возле их дома бегают. Это или косули, или какие-то олени, то есть вот подобного вида животные. Можете опять, если кто-то узнает, написать, кто это. Жалко, конечно, качество изображения не очень хорошее, потому что человек так быстро снимал. Но очень прикольно. Их там целое стадо бегает, наверное, десяток. И вот они себе свободно бегают вот так вот возле домов людей. Очень интересно. То есть я вот до сих пор не могу осознать вообще, что вот мы живем в таком месте, где животные, которых я раньше только видела на картинках, по телевизору, или в лучшем случае в зоопарке, они вот ходят прямо возле твоего дома, в том городе, в том месте, где ты живешь. Их никто не трогает. Для меня это просто невероятно. Также я хотела добавить, вот, скорее всего, возникнет сразу вопрос в комментариях, что если, например, эти животные нападут. Да, меня этот вопрос саму интересовал, потому что у меня двое детей маленьких. Значит, мне сказали все, что не было случая нападения на людей. Они единственная, да, если кошки и собаки домашние выбегают и остаются на ночь, очень часто они, к сожалению, за ними охотятся. Поэтому тут нет бездомных кошек и собак. Я их не видела, потому что реально они под угрозой, они могут, ну, могут, да, охотиться на кошку эту и охотятся. И таких случаев очень много. Ну, опять же, дети маленькие сами не ходят. Вот совсем маленькие, там, два-три годика сами не ходят, потому что тоже могут встретить койота или ту же рысь. Вот. А уже детей со школьного возраста, лет шести-семи, которые, да, ходят сами, они не трогают. То есть не было таких случаев. И мне все сказали, даже вот знакомые, которые живут близко, прямо на холмах, вот, и уже дальше дикая природа, уже нет дальше города, они говорят, что нет проблем вообще нападения этих вот койотов, допустим, или других животных. Да, змеи могут кусать, и это надо быть аккуратными здесь, с пауками, со змеями, поэтому здесь сетки, и люди за этим следят. Но сами койоты, они на взрослых людей не нападают, и они днём себе спокойно ходят. Их часто видят, они даже в частные дворы заходят. Они себе не стесняясь, заходят просто по частным дворам, и вот люди к этому привыкли. Кстати, медведи тоже вот спускаются с холмов, и бывают, купаются в бассейнах. Это вообще уникально, но мне очень нравится отношение американцев к этому. Они, ну, они относятся уважительно, они тут живут, это живые существа, это природа. Звери их не боятся, потому что за ними не идёт охота, вот эта вот дебильная охота, которая, как в наших странах, там буквально голубей, отлавливают, стреляют, охотятся и едят. Вот этот вот ужас я никогда не понимала, здесь такого нету. Вот, так что я отвечаю сразу на вопрос, опасны ли эти животные. Да, в принципе, они могут быть опасными, если, ну, вот, не соблюдать определённые, да, вот какие-то понимания, как с ними сосуществовать на одной эре, в одном пространстве. Но мне лично нравится, что здесь живут животные, что я это всё наблюдаю, детям нравится. И я считаю, что всё биологическое разнообразие на нашей планете, люди, животные, все там вот существа, нужно научиться жить вместе, в мире и добрее, а не истреблять просто друг друга. Это очень важно, поэтому я как бы поддерживаю то, что здесь вот так. Друзья, я надеюсь, вам видео было интересно, понравилось. И теперь, если кто-то решит ехать в Калифорнию, вы будете знать, кого вы здесь реально встретите, прям вот-вот-вот, прям вот так вот гуляя. Причём даже днём у себя, там во дворе дома или вот во дворе кондоминимума. Так что, всем удачи, всем пока!